Приветствую вас, исходя из того, что вы описываете, самое очевидное, что может быть, это, пожалуй, слишком много ответственности у вас, то есть, вот, слишком много на себя вы взвалили, очевидно, и, соответственно, это вас просто-напросто, ну, вот, тяготит на данный момент, как это мне видится, по крайней мере, то есть, брак и ребёнок, это всё-таки ответственность большая, вам 22 года, вероятно, что к ответственности, к ответственности такой, вы не готовы, возможно, что нам всё это даётся, даётся тяжело, вот, возможно, вы поставили, ну, поставили себя как-то вот таким образом, что, ну, слишком много, например, всем вы обещаете, в том числе своей жене, вот, и чувствуете, что, в общем-то, в общем и целом не справляются. И здесь, конечно, самое лучшее, что у нас сделать, это просто вместе со своей, допустим, женой, да, вместе со своей супругой, поисследовать вот этот момент, с чем и почему вы не справляетесь, то есть, обязанности в семье, именно, вот, обязанности в семье, они распределяются, ну, не всегда равномерно, да, они не всегда равномерно распределяются, и на самом деле не всегда, я бы даже сказал, не всегда, постепенно они распределяются, это иногда довольно, такая, скачкообразная история, вот, и мне кажется, что если вы со своей женой пообщаетесь, если вы своей женой поиследуете данный аспект, то, возможно, вам будет легче, проще как-то вот поработать в этом направлении, то есть, вам будет легче, проще как-то вот поисследовать, то, что именно вас, допустим, тягостит, и почему вас это тягостит, и, соответственно, вы сможете, вероятно, уже что-то с этим сделать, ну, вот, я так думаю, по крайней мере, я так думаю, что вы сможете с этим что-то сделать, то есть, вы сможете, сможете, например, распределить, например, распределить более корректно обязанности в своей семье, чтобы это вас так сильно не тягостило. Вот, я думаю, что это самая такая очевидная история, самый очевидный момент, на мой, по крайней мере, взгляд. Вот, конечно, есть вероятно, что у вас, ну, у вас может быть что-то еще, например, изначально вы были довольно тревожным человеком, изначально вы были в себе не уверены, изначально у вас была заниженная самооценка, эм, ну, да, такое тоже может быть, конечно, но это уже из области догадок больше, я бы не хотел заниматься гаданиями, вот, мне бы хотелось все-таки более предметно исследовать, эм, вашу ситуацию, вот, поэтому, эм, вот вы говорите, что у вас начались ссоры с вашей женой. Ну, э, очевидно, я надеюсь, что ссоры начались, э, в какого-то момента. Очевидно, что, э, ну, ссоры начались не сразу, очевидно, что, э, ссоры начались после, э, какого-то времени, после, э, каких-то событий, вот, и так далее. И это нужно поисследовать. Какие события могли привести, например, к тому, что вы, вот, стали ссориться. Ну, вы говорите, что вы психуете, вы говорите, что вы срываетесь, у нас есть вещи, которые вас напрягают. Соответственно, э, от них тоже нужно отталкиваться, ну, от этого тоже можно отталкиваться и смотреть, что именно вас напрягает конкретно. Вот, э, в чем напрягает, это в чем напряжение, вот, и, э, э, что с этим делать дальше. Вот. То есть, опять же, я, э, здесь ни в коем случае ничего не утверждаю, э, наверняка я просто, э, сейчас вот говорю о том, что статься довольно неопределенно. Вот, очевидно, что в браке вам некомфортно, э, вот, очевидно, что, э, есть, конечно, на то причины, что вам в браке некомфортно, но пока что подумайте именно над тем, э, много ли вы на себя берете обязанностей. Если вы на себя их берете какое-то количество, то что из этого вам дается легко, легко, а что дается тяжело стоить, к примеру? Э, э, к примеру, э, любите ли вы, допустим, допустим, своих, э, э, жену ребенка? Вот. Ну, я полагаю, что любите. Да, вы говорите, что у вас брак по любви. Хорошо. Если ваш брак по любви, если вы любите, э, своих, жену и ребенка, значит, то, что вы делаете, вы делаете из любви, по идее. Ну, если вы, ну, если что-то, вы делаете по любви. А нас это тягачит, значит, э, вы заметили не только любовь, но что-то еще, потому что, э, если вы, э, что-то делаете по любви, то это всегда несет только победивший плюс. А у вас это не так. Вот. То есть, очевидно, что вы начинали так, как бы, здоровье, начинали так, как бы, хорошо. Вот. Но, дальше ситуация начала ухудшаться. То есть, вы, как бы, ну, э, просто, по сути, просто, по сути, э, увлеклись этим. Увлеклись и не забыли, соответственно, себя. Вот. И я думаю, что одна из ваших целей, это себя вспомнить, э, не растворяться в, э, в своей семье. Вот. И вспомнить, э, что было между вами, например, и вашей женой общего, что когда-то вас объединило. Кхм. Изменилось ли это? Допустим, сейчас, если да, то почему это изменилось? Ну, и так далее, и так далее. То есть, эти вот вещи, э, все нуждаются в корректировании. Вот. Покажите, у меня, у меня было ощущение, у меня было ощущение, когда я читал ваш текст, вы чувствуете себя, себя очень одиноким, вы чувствуете себя брошенным, потерянным, вот. И, именно, вот, именно потерянным, то есть, как будто, э, э, такое впечатление, да, как будто, э, весь мир, он против вас. Вот. Это, конечно же, не так, да, но у вас такое ощущение, что вам не хватает поддержки, не хватает уверенности. Уверенность, это она, э, уверенность имеет, э, свои корни в вашей самом соответственно, чтобы чувствовать себя лучше, ну, и, наоборот, обратиться именно в себя. Вот. Поэтому, может быть, есть мысль заботиться одному, просто отдохнуть от семьи, от ребенка ненадолго. Вот. А можно, э, воспользоваться с помощью психологов, да, и, соответственно, э, с помощью нас разобраться в том, что вас беспокоит. К примеру. Вот. Такой, как бы, момент должен не исключил. Вот. Так что, такие вот, такой вот ответ, такой момент. Э, э, вот, соответственно. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А, я вам желаю всего вам самого доброго, а, удачи, и надеюсь, что ваша ситуация разрешится. А, напоследок хочу просто сказать, что вам не что-то в наших словах нужно искать, а вам в себе, в себе нужно что-то поискать. Вот, в себе. Потому что ссоры, это не просто так. Вот. Социально ссориться, это не на ровном месте. Понятно, что появился ребёнок, понятно, что что-то изменилось, понятно, что вы уже не те. Но, во-первых, если ваш брак по литве, я не очень понимаю, куда, куда вы спешите с ребёнком 22 года, с учётом того, что вы учите, что-то, скорее всего, не стали на ноги ещё плотно. Ну, и то, что вы стали отцом тоже накладывать какие-то ограничения, которые для вас, возможно, в силу возраста ещё болезненно. Вот. Так что, известно, не очень деликатно подходить к вопросу, деликатно всё исследовать, деликатно всё изучать, чтобы было понятно. Вот. Я вам желаю ещё раз всего самого доброго, удачи, удачи и помните, что вы не один.